Приветствую вас, и вы знаете, как мне видится, речь идёт о элементе переноса. То есть девушка или коллега, ну, ваша коллега в любом случае, не знаю, насколько она девушка, переносит на вас свои собственные эмоции, какие-то свои собственные переживания какие-то, свои собственные желания какие-то. И именно поэтому вы для неё именно тот, кем вы и являетесь, кем она вас описывает. И в этой ситуации, на самом деле, казалось бы, всё понятно. У девушки сложился некий образ, например, что, допустим, ну, допустим, допустим, что вы ей, например, что-то должны, или что вы, раз сходите с ней домой, то, значит, проявляете к ней свою симпатию, значит, вы на что-то надеетесь, она, соответственно, надеется тоже. И в итоге, когда вы ничего не предпринимаете, она обвиняет вас за то, что вы её якобы динамите и, в общем, обманываете и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Возможно, и другие ситуации, когда, например, женщина проецирует на вас какие-то совсем другие чувства, например, какие-то конфликтные истории, какие-то незаберщённые, может быть, детско-родительские отношения, вот. То есть, тут может быть очень много вариантов, но, но. Интересный момент заключается немножечко в другом. Интересный момент заключается в том, что вы, именно вы, не поговорили с девушкой сами. То есть, вы как будто вы спрашиваете у нас, что она имеет в виду, а вот сами с ней вы разговаривать не хотите. И сами выяснить всю суть отношений вы не хотите. И у этого, конечно, есть свои причины. То есть, вы почему-то не хотите с ней этот момент обсуждать. Вы почему-то не хотите раскрывать карт. Вы почему-то, значит, предпочитаете спросить у нас, да? Вы предпочитаете спросить у нас, но при этом не обратиться к ней. И у меня здесь к вам только этот вопрос. По какой причине именно так обстоят дело? Ну, видите, что девушка откровенно о вас распространяет слухи. Например. Видите это? Вам это, конечно, если не нравится вам, то, по крайней мере, ну, вызывает какую-то реакцию, вызывает какой-то эмоциональный всплеск. Соответственно, логично, что вы поговорите с ней. И если уже не удовлетворите с тем, что она вам ответит, обратитесь к нам. Но вы этого не делаете. И это тоже вызывает вопрос. Вызывает вопрос, почему вы этого не делаете, почему вы не выясняете отношения с ней сами. Быть может, чего-то боитесь. Быть может, чего-то опасаетесь. Быть может, есть какие-то еще причины. И вот с этими причинами нужно бы поработать. Ну, по крайней мере, поисследовать их, эти причины, нужно. Я считаю. Потому что вы ведете себя, ну, скажем так, не совсем уверенно в себе. Я бы это так бы назвал. Что же касается демонизации, то здесь история такая, что любое отношение, как уже, в общем, давно известно, любое отношение, это отношение. Любое отношение, это по факту отношение, да. И если вас демонизируют, значит, на это есть причины. Значит, клан неровно дышит в любом случае. То есть, как именно это нужно еще выяснять, как именно клан неровно дышит и дышит, и что именно происходит. Это нужно выяснять. Ну, то, что к вам неравнодушно, это совершенно точно. Вот. И тут перед вами два варианта на самом деле. Либо вы влезаетесь с девушкой, с женщиной, с коллегой, значит, и просто-напросто смотрите, чего она хочет от вас. Делаете вид, что не в курсе того, что она говорит про вас. Вот. Либо просто вызываете ее на разговор и все обсуждают. Вот. Потому что мне думается, мне думается, что совершенно не случайно вам стало известно то, что она о вас говорит. Такое впечатление, что женщина поднимает ставки в игры, которые она с вами ведет. Какая игра, это пока не ясно. И вам решать, будете вы играть по ее правилам или вы будете играть по своим правилам, которые есть у вас. То есть, если что-то вам не нравится, если что-то вам не подошло, то вы просто из этого выходите или предпочитаете все обсудить. Вот. Я думаю, что исходить нужно из этого. Вот. То, что вас демонизирует, то, что вас действительно демонизирует, это правда. Это так. Вот. Вот. Но это не делается без причины. Надеюсь, что вы этот момент понимаете. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.